а мы с вами продолжаем тему художники в инвестиционной коллекции и продолжаем мы ее ого-го кем владимир немухин владимир николаевич немухин важнейшая фигура в истории неофициального послевоенного искусства леонозовец друг и соратник оскара рабина участник бульдозерной выставки 74 года и исторической выставки в павильоне пчеловодства но в днх в 75 году в графике в горкоме графиков на малой грузинской 28 он выставлял составе семерки группа семь художников вместе со своими друзьями краснопевцев вич томом плавинским калинином харитоновым другим вот просто что не фраза то веха в истории нашего искусства важнейшая причем веха вот все что перечислил бульдозерные выставки 74 года пчеловодство вот все 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 просто если вы хоть как-то в эту тему погружаетесь без этого никуда никуда важнейший художник а уж коллекцию собираете для себя уже а вы ее будете собирать для себя это я так уже намекаю начнете с денег и главное правильно что начнете с день а закончите для себя никуда от этого не дется продолжаем про художника прожил 90 лет оляти чем в здравом уме великолепный рассказчик мы имели счастье с ним общаться уже вот в этом в том числе его возрасте великолепный разрабчик раз к рассказчик в здравом и заходишь на полчаса а просидишь 34 только записывай успевать просто вот кому повезло общаться с такими людьми это большое счастье кроме доброй памяти про которую я вам сейчас только что сказал владимир немухин оставил после себя тысячи работ включая сотни живописных произведений при жизни автора прошли его ретроспективные выставки в ведущих музеях страны и что важно немухин успел отряд отредактировать и издать несколько альбомов каталогов которые остаются важнейшими ориентирами для коллекционеров экспертов вот важный момент который обратим внимание не у всех художников есть такие иметь обязательно читать изучать и активно пользоваться и при покупке подобных произведений искусства и при продаже очень важной составляющей и так если полистать вот такие вот альбомы то создается впечатление что перед нами прирожденный формалист широкой оптикой в диапазоне от конструктивизма до концептуализма ведь какие первые ассоциации они мухина но это карта главная тема в его творчестве карты причем не удержусь расскажу коротко хотя ролик не для этого ролик сугубо прагматичные про деньги к ним обязательно придем тем не менее важная история откуда взялись карты никакого отношения к тому что и мухин был картежником и максимально пропагандировал изо всех сил эту тему вообще ни разу ни одного не правит а у нас была одна покупательница которая говорила что они мухина не люблю потому что у него карта а я карта не люблю вот она сейчас пересмотрел свои отношения и не мухин у нее один из главных художников коллекции а некоторые работы так просто прям важнейшая . вот так меняется когда ты понимаешь о чем идет речь а мы вам сейчас это расскажем важно карты появились на самом деле от впечатления вообще многое что у него в творчестве есть это впечатление он прогуливался паре по берегу реки как вода ветром навела прогуливался по берегу реки увидел колоду карт которую сдуло в воду и вот это вот на ощущение от воды карты карт на дне там вот этого разложения вот этих пасьянцев до практически природных естественно вот это у него осталось как впечатление и вот прямо здесь мы видим вот одна из картин 74 года а во богу у нас есть возможность вам сейчас вот все что мы говорим подкрепить визуально те картины в продаже пока мы имеем возможность вам их показать сейчас вот 74 года вот так примерно эти карты выглядели вот это полупрозрачная вода и вот это вот проступающая картинка фактура вот это вот и все здесь отображено том числе ломберный стол дальше зеленый вот это сукно дальнейшее это вот все-все-все впечатление краски и так далее следующая тема будет впечатление когда мы подойдем уже к таким вот прям ударным тем на которые надо обращать внимание при покупке первую очередь у персланы от я вам их покажу даже история откуда они взялись а про это тоже расскажу и так темы карт разобрались к азартным играм не имеет отношения а исключительно к визуально ощущению тому самому вот перед нам а может быть и показать прямо сейчас давайте раз уж заговорили про тему супер слонов не будем откладывать долгий ящик вот она перед нами опять живой образец дачной имеющейся у нас продажи вот он вот этот красный круг не подготовленная да или не сведущие покупатели коллекционеры могут причислить продолжению малевича и что-то вокруг этого совершенно нет от одного из известных коллекционеров мы узнали совершенно другую правдивую историю которым рассказал сам владимир немухин это впечатление от картины фан клевера или фан клевера который девятнадцатый век закатные дремучие такие пейзажи тоже все на самом деле придуманные ничего не срисовано с натуры очень такие все изломанные придуманные вот это вот его свечение закатное красное солнце произвело впечатление когда владимир немухин пришел кому-то в гости увидел эту картину левера вот она вот нашло такое воплощение иное совершенно никогда в жизни не догадаешься что повлияло на художника а мы с вами знаем и теперь и мы знаем и вы знаете откуда что берется и вот тема супер слон очень популярная у коллекционеров у коллекционер очень популярны ни разу не сделано под заказ и то что вот у меня это с прожить пользуется спросом а владимир немухин делал повтор и ничего страшного в этом нет чуть-чуть отличающиеся иногда побольше на поменьше плюс минус вокруг какой-то вот важной темы эти же супер слоны есть побольше поменьше там у них меняется фон тон раскраска год естественно потому что его все время просили а вот этому нарисовала вот этому сделал сделай мне я хотят себе супер слонов и кто видит эти картины живьем первый раз тоже хотят вы спросите нас а вы-то хотите про цены поговорим ну а чего раз заговорили супер слоны стоит от 10 до 15 тысяч долларов зависимости от года размера по-разному очень популярная тема до аукционов не доходит чаще всего продаются вот так вот до хорошим деньгам поэтому если попадается вдруг такая тема такая картина вам поле зрения господа инвесторы сразу все отложите прям сконцентрироваться и сфокусироваться на покупке именно этого именно этого точно выгодная точно выгодная покупка и вложение денег безусловно и раз мы заговорили про про цены ну впечатление от откуда что взялось проговорить цену раз уж мы начнулись в эту сторону супер слонами вернемся к этой работе 74 года вот такого метрового размера ранние работы ранее это до 90-х назовем их так дальше будет еще отдельно период 90-х дальше отдельный период двухтысячных так уж если смотреть по градации да еще раз проговорим этот момент он важен до 90-го это колоссальная редкость колоссальная вот она перед нами 74 год колоссальная редкость здесь неважно сколько стоит хотя в данном случае это тоже стоит там район 15-35 тысяч долларов так вот обозначим до вот такого уровня работы а если бы с вами качнулись бы на 10 лет назад в пиковый период цен потом бы смело с вами говорили о каких-нибудь сотнях тысяч долларов и это нам сами ориентир к тому что может быть очень важно но возвращаемся в сегодняшний день вот такого метрового размера работы это до 15 20 35 тысяч долларов совершенно спокойно и правильная цена если вы по ней приобретете удастся отличное вложение денег без разговоров то еще это вот чистом виде ломберные столы прямо с пасьянсами которые разложены да это вот такая вот половина на половину да и геометрия геометрия сейчас еще подойдем важная тема одни из самых дорогих картин факт обращаем на это внимание следующий уровень и порядок цен следующий уровень работы цен вот как раз такой вот эти самые ломберные столы и опять мы видим с вами красное то самое солнце у карты вот тот самый мем наш уже ставший знаменитым которые используются для обозначения и характеристики конкретной работы крепкий немухин вот тот самый крепкий немухин о себе подлавливает посмотрит вот она это двухтысячные годы и ценовой диапазон таких работ 250 350 тысяч рублей очень правильная цена в этом диапазоне смело брать инвестиционно исключительно привлекательно и выгодно будущее точно сразу же покажем плюс-минус что в этом диапазоне еще пожалуйста фотоателье 2006 год как мы говорили в этом же диапазоне больше геометрия карт нет но узнаваемость интересная тема это все да фотоателье вот этого года в этом же диапазоне 250 350 тысяч рублей очень правильная покупка очень правильно еще одна интересная работа молит шагал 2000 год этот же диапазон район 200 300 тысяч рублей очень правильно причем здесь можно немножко подробнее остановиться это сделано на обоих дальше это все правильным образом скомпонована и здесь сразу же прыгнем в другую тему чем хорош и интересен владимир немухин у него есть весь спектр который закрывает все от графики живописи тиражные графики скульптуры тарелки фарфора все мы вам покажем а сегодня правильная интересная передача инвестиционная ответить на все вопросы что за сколько ловить покупать и получать удовольствие прибыль вот важный момент вот такая оригинальная работа 2000 года это 200 300 тысяч рублей а вот такая тиражная графика 20 30 скорее 30 сейчас по красоте нисколько не уступает одно другому но это тиражная вещь и совсем недавно еще к тиражным вещам у нас страна была не готова и все как бы она глупости рунда сейчас и изменилось отношения это уже и коллекционных люди покупают себе в коллекции для украшения на стену безусловно качестве подарка вообще идеальный вариант уж по деньгам так тип так так точно вот у нас сейчас мы смотрим тираж 49 штук вот таких вот отпечатано 49 штук а вот конкретно этот листочек номер 24 с подписью живой оригинальный самого художника и это стоит 30000 тиражная графика запомнили есть еще одна тиражная графика очень интересная которая стоит подороже например вот такие замечательные разрезы это тоже тиражная графика и у нее 49 те же 49 это 27 экземпляр причем здесь такой заметной ручной доработки карта приклеена шпон очень красивая эстетически тонкая вещь вот такие работы стоят уже в пределах 50 и они стоят того это хорошая цена если вам подвернется где-нибудь 60 70 нормально но 50 это то что надо прямо к нам и у нас это всего год создания это все вот 2000 то что я упомянул культура очень важная интересная коллекционная и инвестиционно правильная тема в том числе освещение было только джави пространственная композиция стоимость вот такая штучка будет стоить в пределах на тысяч рублей сейчас вот такая в пределах 300 500 как повезет это и другое в этом диапазоне очень правильная покупка и все реже и реже можно вот так спокойно купить это уже надо подловить интересные вещи еще одна интересная интерес еще одно интересное направление по коллекционирование и в том числе вложение денег это фарфор вот пожалуйста такие вот и вероятно красивые невероятно красивые владеть одно удовольствие стоит тиражные вещи район рака 50 тысяч рублей вот такие эксклюзивные но это сто сто пятьдесят и это очень выгодная покупка которая кстати в том числе повлияет на вас как инвестора из инвестора вы после того как возьмете вот эту вещь в руки большую степень вероятности превратитесь коллекционер потому что вам будет жалко это продать да вы будете понимать что это стоит денег это увеличивается в цене но расстаться с этим невозможно если вы это уберете из своего какого-то пространства она останется пустым его нечем заполнить но ровно поэтому это и стоит вот таких денег и поэтому это растет в цене то еще можно проговорить интересного эта графика давайте на нее обратим внимание рисунки это 50-е годы рыбы при луке редчайшая такой рисунок стоит в пределах 150 тысяч рублей есть попроще есть но подороже нет это вот примерно правильный такой диапазон цен есть отдельная вещь рисунков когда мало того что мы приобретаем или вкладываем деньги в коле в такие вот скульптуры а к ним есть эскизы очень интересно как работал художник и эскизы то что день стоит они в пределах 30 70 тысяч вот пробежались да и так еще раз подытожим важные пункты которые мы сейчас проговорили что у владимира немухина очень широкий диапазон творчество живопись графика тиражная графика скульптура фарфор ни одной из этого не лучше не хуже все самостоятельно все правильное для инвестирования и фарфор востребован и скульптуры и живописи графика и тиражная графика все имеет правильное значение и правильное вложение день временные важные факторы до 90-х до то что вот снизу это редко и дорого том числе графика но фарфор тогда и не был он начался с 90-х этой графикой живопись вот этот до 90-х следующий 90 серьезный момент до двухтысячных стоит метровая работа до миллиона от 500 до миллиона точно какие-нибудь ломберные столы невероятно красивые и привлекательные да эстетически такие чистые четкие вещи это 90-е годы вот этот период стоит в пределах 500 миллиона и дальше двухтысячные годы на данный момент относительно бюджетный смешно говорить бюджетный но там скажем так ходовой ценовой сегмент до двухтысячные годы это 350 400 правильная покупка вот даже немножко расширим 250 350 прям правильная покупка это двухтысячные годы вот ориентиры и мы для правильных вложений и инвестиций которые безусловно принесут вам и удовольствие и наслаждение от владения этим и прибыль что самое главное о чем мы с вами говорим владимир не мухин инвестиционной коллекции для получения прибыли где-нибудь так лет через пять а лучше десять а уж если мы с вами говорим про более такой правильный срок 15-20 лет мне сложно предположить сколько это может стоить это стопроцентный выигрыш за который вы нам скажете огромное спасибо давайте до новых встреч